Друзья, привет! С вами снова Марк Рыбак из «Смена». И я приехал в Питер к моему другу Володе Воловякову. И вот я с ним записываю сегодня беседу, встречу. Не просто так. Да, Володя Воловяков не слишком выдающийся фотомастер, да. Его в союзе фотохудожников России не слишком. Хотя ты уже был, ты уже был членом? Я был членом, член союза фотохудожников Сибири. Значит, на тот момент члены, значит, на момент нашего с тобой активного знакомства и моего участия в фото жизни, было два таких центра фото. Назывался один фотохудожник России, фотохудожник Сибири. Ну, я тогда всех сделал фотохудожников, смену всю сделал фотохудожников Сибири. Оно только начиналось, эта тема. И все это было при журнале. Журнал «Сибирский успех». Печатали в Новосибирске и регулярно делали они выставки. Ну и как результатом была некая новая вот такая вот фотохудожник Сибири. Почему мы вообще хотим вам представить какой-то контент на обсуждение? Потому что Володя, в общем-то, виноват в том, как называется наш богоспасаемый блог, как говорится. Он был первым председателем молодежного произведения «Смена». Он был как бы единым. Ну, там еще один идиолог присутствовал. И, в общем, мы вам просто хотим рассказать, как когда-то давно, 20 лет назад, почти, чуть меньше, да? Ну, почти что уже, да, 20 лет назад. Все это начиналось в 2002-2001 году, как-то так все это двигалось. Давай, рассказывай, как смена организовалась? Значит, ваш мой большой друг, хороший приятель, значит, был, работал фотомастерской, печатал фотографии. Ну, а мы, как фотолюбители, ходили туда их печатать. Печатать в Иркутске было немного где. Вот одно из этих мест, это был в центре сказка. Хорошие, качественные машины, хорошие, большие мастера печатали, всем нравилось. Как-то потихонечку мы там познакомились, познакомились. Сначала я с Пашей познакомился, Андрей, значит, и вот, Марк тоже все равно, так или иначе, при этом участвовал. Значит, и мы общались, и Павел, значит, предложил, сказал, что у него есть предложение. Значит, давайте, говорит, съездим, значит, покатаемся, снимем деревянное зодчество. У него одна из его, значит, родственников работала, значит, вы историк, центр сохранения исторического наследия, и они, как бы, сам с инициативой такой вышли через Пашу. Мы съездили, нам, значит, здорово было, в кайф, мы все пофотографировали. Они помогли нам с выставкой, мы пришли в дом Роголя, нам, значит, помогли и с багетом, и, значит, и со временем, и так далее. Ну, и как-то это мероприятие показалось, наверное, информационному нашему телевидению интересным. Достаточно было такое хайповое, что сейчас современным языком. Значит, и это мероприятие на всех новостных каналах вышло с нашим участием, и нас заметили, заметили. Значит, следующим этапом было уже приглашение меня, Павла и вообще всей нашей команде нас пригласил Столяров. Столяров тогда в нашем городе маленьком Иркутске был представителем Иркутского фотографического общества. И, в общем-то, еще немножко экспозиции, да. Дело в том, что я доподлинно потом уже узнал от более старших фотографов, моя подруга Марина Свинина, с ней есть интервью, будут подсказочки, да, что молодых фотографов Иркутки не было 10 лет. То есть 10 лет вообще не появлялось молодых мастеров, потому что пленка, штука страшная. И вот появились Володя, Паша, Андрей, Федоров, и за ними пришли мы. Вот наша компания, это я там, Женька Козырев, вот эта вот вся... То есть молодых фотографов в городе было... Зыков, да, человек 10. Гриша. Мы всех их, ну, просто поименно знали. И Олег Юрьевич же по-батюшке, Олег Юрьевич, по-моему. Потому что и для меня был Олегу, он по отчеству никогда не представлялся. Вот, Олег Столяров, он как бы заметил, что что-то начало сдвигаться с мёртвой точки, и он Вове говорит, Вова, ты там что-то тусуешься с ребятами в сказке по субботам, да? Да. Рассказывай дальше. Значит, Олег, значит, показал свои работы и вообще показал вообще фотохудорственную жизнь, познакомил нас с каким-то выставочным планом, что вот такие-то выставки, такие-то есть. Познакомил с планом вообще иркутского фотографического общества, как они хотят развиваться, что хочет делать, значит, фонд багетный, что ежегодную выставку делать будет. Вот, и предложил нам поучаствовать. Мне лично, с Пашей, я помню тогда, предложил, почему бы вам, ребята, вот как бы не создать какое-то молодёжное движение. Ну, мы, в общем-то, так и поступили, и мы назвались, название, по-моему, сейчас уж точно не помню, по-моему, как-то она родилась, и Олег был, ну, поддержал. А эта вот, да, барышня, я тоже, убей бог, не помню, как её звать, которая, теплого родственница из вот этого центра сохранения наследия, она сказала, ну, классно же, смена, смена старых, школьных вообще фотоаппарат, и вот название родилось там же. И первая выставка, которую мы уже делали в таком настоящем составе, смена, причём смена собралась, всё по-взрослому. Мы пришли, в Тель-Робова студия, в центре города, профессиональная студия, он нас собрал, там, чуть не круглый стол, стол был, правда, не круглый, я просто сравниваю, как рыцарей круглого стола. Он нам записал, всех нас выписал на бумагу, то есть было даже какое-то, ну, юридическое, или псевдо-юридическое, такое вот, что мы смену, всё-всё было по-взрослому. Взрослый Олег Столяров, который там был уже маститым автором, самым, наверное, крутым в Иркутске, и он ещё начал, ну, нас же надо как-то продвигать, он ещё начал нам устраивать, там, раз в неделю, раз в две недели встречи с какими-то матёрами, мастерами. Да, 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 Саносовым, Александром, мы соберем, то есть он у нас как-то начал и культурой. И вот первая выставка, которую мы, помню, сделали, была «Молодость творчества современность», помнишь? Это вот студенческая весна, вот эта вся история. Я помню новогоднее, ближе к Новому году, я работал в типографии арт-директора, значит, и мы вот это в доме Роголя выставка «Молодёжное движение смены». Помню я, потому что, значит, тогда и родился логотип. Ну, было название, а как мы внешне выглядели небо. И вот в Новый год у нас выставка уже всего нашего отделения, и, значит, мне надо напечатать буклеты, пригласительные флайеры. Я обращаюсь к руководству типографии, значит, чтобы нам помогли. Ну, мы же не коммерческая организация. Типография с удовольствием пошла, там, значит, ну, нужно было логотип. И вот здесь как раз вот начали, значит, по-моему, у Зыкова какой-то молодой человек, приятель, тоже дизайнер. Вот этот вот знак, вот он вот оттуда пошёл. Он сначала, значит, имел какое-то чуть более креативное, там они буквы переворачивали. Потом сейчас уже более такое... Немного про лого, да, лого было другое. Причём делал его тот же самый чувак, его звали Филипп. Да, Филипп точно. Он на самом деле друг, был бывший друг Кати. А, Кати. Это сложно этим, да? В общем, да, это вам не стоит отникать. Ну, в общем, логотип был немножко другим, а когда я начал делать канал, я у Филиппа попросил его все наработки. Он мне скинул все варианты, и мне понравился вот этот. То есть логотип несколько трансформировался. Ну, может, и неплохо. В общем, в любом случае, это всё идёт оттуда. И, видите, поскольку мы учились у старых, вот этих... Старых не в плохом смысле, а в хорошем смысле. У матёрых ребят первое, что они научили делать, они научились делать выставки. То есть делать выставки во всём процессе создания выставки, это отобрать снимки. Мы тогда не могли отобрать снимки, мы приносили снимки к мастерам, вместе отбирали. Они говорили, вот эти пойдут, вот эти не пойдут. Почему вот эти нехорошо, вот эти плохо, вот эти замечательно. И мы занимались тем, что мы разбирали багет, паковали. Паковать рамы, это не здорово. Да, вешали всё это дело потом. Там вот там и паспорту приклеивали, вешали, убили. Две рамы на первой выставке, я как сейчас помню. А там, понимаете, в рамах там специальное стекло, там необычное стекло, которое в окне, да, там двойка, да, оно тоненькое. И нужно бежать в багетку, заказывать, чтобы тебе вырезали вот эту вот раму. А рамы эти подотчётные, это вот всё это дело, алюминиевые, специальные, да. И мы вот этому всему научились. И это на самом деле большой, хороший опыт, чего сейчас нет, потому что из-за такого количества веба очень мало выставок, очень мало мест, куда можно прийти и посмотреть свои работы оформленными и как бы прикоснуться к этой теме. То есть выставка, это целый большой, ну вот ряд мероприятий. Это не только тебе надо запаковать эти рамы, повешать эти рамы, выставить экспозицию сначала, чем повешать рамы, да, потому что тебе нужно в порядок выставить, в котором ты повесишь рамы. И ещё тебе нужно сделать открытие, всех угостить, по-хорошему надо сделать банкет, лихаем там и всё такое. Ну, мы тогда как молодёжки, нам лихаем, где-нибудь не давали, но тем не менее, мы все были вообще на самом деле. Вообще, это вспоминаешь, конечно, вот эту всю историю. Олегу надо дать, Олегу и Колю, Колю Тарханова. На тот момент они вместе работали и Коля, конечно, тоже очень сильно помогал. Энергия Николая была безогранична. Он всеми руками поддерживал всё это наше движение, помогал всем, чем мог. Вот, царство ему небесное, конечно, очень жаль. Значит, и, конечно, вот этот вот художественный совет был сделан. И мы как части, нас официально Олег признал как часть Иркутского фотографического общества. Значит, с целью такой, что мы, значит, внутри нашего общества должны были, по его мнению, расти и потом вступать в Иркутское фотографическое общество. Расти как творчески, принимать участие в Иркутском фотографическом обществе, отправлять фотографии в ту же самую, в Новосибирск, в Красноярск и так далее. Да, это всё потихонечку мы должны были расти и, значит, получать уже и какие-то действительно звания и так далее. При том, что у членов ИФО у них были взносы, а с нас как со студентов взносов не брали, надо сказать. Ну, мы могли пользоваться пакетным фондом, то есть, если кто-то из нас делал выставку, нам ИФО выделяло эти... Информационная вся поддержка всегда, Олег старался. И поскольку мы состояли при ИФО, мы могли... Я никогда в жизни, никогда в жизни не платил за выставочную площадь. Нам всегда предоставляли площади там в музее Дом Роголяных, Дом Роголяных, Дом Роголяных. Да, Олег, конечно, вот эту работу проделал и, значит, в Иркутске все знали, что есть такое молодёжное движение, смена. Нам предлагали, я выставлял, делал свою выставку «Свадебные фантазии», брал багет ИФО, а площадь это была театр. Кинотеатр был. Кинотеатр, да. То есть сейчас попробуйте, сходите, прийти в кинотеатр, сказать, я там, Вова Воловиков, хочу сделать выставку. Да бог нафиг ты не успёрся, плати деньги. Я хотел сделать, кстати, я здесь мероприятие, хотел сделать спортивное большое мероприятие на Крестовске, на Заячьем острове. Большое там есть, хорошее место. Нет, с Кайом проблем нет, 300 тысяч. Но проблем, да. Вот, и если вы такую поддержку, какую нам оказал Олег, имеете, то, конечно, государство машин по-другому работает. Вот, хочу ещё рассказать, что случилось. Мы вообще сейчас сидим в Петербурге, потому что... Ты в каком году уехал? Ох, я не вспомню, 18 лет назад. То есть, как-то началась у нас только смена, Володя у нас нарезал, нарезал Петербург, и начались там у смены смутные времена. Перетурбации. Там появился другой молодой человек, которого звали Астафьев Максим. Мы с ним просто не любим друг друга, поэтому ничего про него я рассказывать вам не буду. Но какая-то деятельность у нас тоже происходила. Мы регулярно делали выставки и так далее. Но потом и Максим решил, хоть он никуда не уехал, он просто решил, ну, забить мне всё это действие. И в какой-то момент времени я стал тоже председателем смены. И мы делали много выставок. Почему мне было хорошо быть председателем смены? Потому что я преподавал в двух колледжах в Иркутске. В принципе, в двух колледжах есть такая профессия, как фотограф. И, в общем-то, я в них в обоих преподавал. И все вот эти вот новые ребята, они были у меня. И все наработки в плане помещений и так далее, они были в моих руках. И мы делали по несколько выставок в год. И опять же, вспомним Николая Алексеевича. Он тоже принимал участие во всех этих проектах. Поэтому было достаточно всё интересно и весело. Потом я уехал. И теперь смена имеет пока что только вот этот вид. Виртуальный. Виртуальный. То есть это видеоблог. Я надеюсь, многим из вас он интересен. Но хочется-хочется заниматься выставочной деятельностью. И если кто-то желает поучаствовать в выставках, обязательно напишите в комментариях, что вы готовы в этом принимать участие. Я думаю, что мы можем уже поработать над этой темой в масштабах Москвы и Петербурга. В масштабах вот таких вот очень центральных городов нашей страны. Значит, друзья, вы сейчас все смотрите. Значит, профессия фотограф для меня осталась как не профессия, как увлечение. Основная моя, мой род, вид деятельности. Я инженер, программист, разработчик. Вот. И сейчас, смотря сюда на вас в камеру, смотря на мою друга Марка, значит, возможно, мы этот формат выставки сделаем виртуальный. Почему нет? Как вариант. Почему нет? Мы можем его сделать и галерею, и выставку. У нас какие-то наработки были еще тогда. Значит, если какое-то это движение наберет, мы с Марком можем. Технически, площадку, фотобанк. Это все могу сделать я. Творческую часть может, пожалуйста, делать Марк. Давайте, пусть это будет как проект. В общем, надо думать. Я все-таки за то, чтобы где-то выставиться в реальном. То есть, понимаете, фотографии напечатаны на бумаге. А эта штука, ну, несколько иная. И, тем не менее, почему надо выставляться? Почему? Потому что у фотографов это очень больная тема. Все в своем соку варятся. Каждый самый клевый. А когда ты делаешь выставку, ты видишь, что делают другие. Где кто-то лучше тебя. И так далее. То есть, это очень важно. Заниматься такой деятельностью, чтобы мы могли друг на друга посмотреть со стороны. И давайте к чему-то просто стремиться. Просто, ну, не сидеть в своем соку, не вариться. А что-то пытаться делать. И если для вас фотография это всего лишь там хобби, увлечение, это не делает... Ничего в этом плохого нет для нас. Это тоже хобби, увлечение. Это не делает вас там, ой, я же не профессионал, что я туда полез, я же читать не умею, да? Можно заходить всегда, можно предлагать какие-то свои работы. Будем думать, разбирать, анализировать. В общем, такой у нас спонтанный немножко ролик. Мы, как видите, просто встретились, поснимали пленэр и выпили пиво. Но, тем не менее, мы это записали. Я думаю, не так скучно смотреть, хотя формат интервью у меня самый неинтересный. Поэтому с вами был сегодня Марк Рыбак, Владимир Маловиков. Был город Санкт-Петербург. И подпишитесь обязательно на канал, поставьте колокольчик. Здесь много всего интересного фотографий и фотоискусств. До свидания.